Данный высокоскоростной электропоезд Тежеви Сюдест первого поколения я купил в Париже. Эта покупка была случайностью, прогуливаясь по улицам Парижа. Я случайно наткнулся на магазин. Эта модель французского поезда обошлась Максиму в половину зарплаты. Но пройти мимо он просто не смог. Слишком ценный экземпляр. В 80-е годы это был самый быстрый поезд мира. В 1981-м на трассе Париж-Лион развил огромную по тем временам скорость. 380 км в час. А вот этот состав тоже французский. Позже установил новый рекорд 574 км в час. До сих пор его никто не побил. Максим рассказывает, Франция вообще лидер в этой сфере. И когда он сам поехал в Париж, прежде всего мечтал прокатиться на быстром двухэтажном поезде. Со скоростью 320 км в час от Парижа до Мелюза. По ощущениям, конечно, непередаваемые ощущения. Чувствуешь себя как в самолете, который идет на взлет. Даже на высокой скорости, когда поезд проходит туннели и закладывает уши в салоне. Очень здорово. Такое увлечение коллекционера не случайно. Сам и железнодорожник. Его задача следить, чтобы поезд вышел на линию в хорошем техническом состоянии. Всего у Максима уже больше сотни моделей высокоскоростных поездов со всего мира. На выставке лишь четверть. Все просто не влезли. Есть немецкий, итальянский и очень редкий японский Синкансен серии 064 года. Его еще называли поездом Пуля. Это единственная модель в России. На свое хобби Максим тратит все свои деньги и время. Один экземпляр может обойтись в десятки тысяч рублей. Сколько стоит вся коллекция, Максим даже не считал. Но признается, не меньше миллиона. Впрочем, продавать ее не намерен. За своими моделями тщательно следит. Все они на ходу. Для этого через каждые 12 часов работы приходится смазывать колесные пары. А это как раз та самая модель, с которой началось увлечение Максима. Поезд Сапсан самый быстрый в России. Такие ходят между Санкт-Петербургом и Москвой. Но есть у него интересная особенность. На каждом из десяти вагонов установлено специальное оборудование. Если убрать хотя бы один вагон, поезд просто не тронется с места. Свою коллекцию Максим выставляет в Красноярске впервые. Увидеть редкие экземпляры поездов может любой желающий в Музее истории Красноярской железной дороги. Вход абсолютно бесплатный. Выставка будет работать как минимум до конца декабря. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости.